Начнем с очень интересной вещи. Мы с вами поговорим о том, из-за чего происходит, ну, точнее, не то, что из-за чего происходит, что вы забываете, когда вы начинаете анализировать рекламные кампании. Первая, ну, обычная проблема, это самое главное, связанная с тем, что либо вы работаете один, либо вы работаете, например, с директологом. Тоже бывают разные вещи, потому что иногда я сам себе хозяин, сам себе кучу кампанию, рекламу, я такой молодец. И есть директолог. Как бы смешно ни звучало, но директолог обычно смотрит со стороны, и он обычно, ну, хоть как-то вам вправляет мозг, как бы смешно ни звучало. То есть у вас зачастую есть мания какая-то исправлять вот такие мелочи, например. Так, звук, 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 сейчас, господа, секунду. Так, понял, сейчас у меня есть правильный звук. Ну, блин, что-то с микрофоном случилось. Сейчас, господи, секунду. Так, секунду. Так, сейчас буквально минуту, заодно почитаю пока. По поводу... сейчас я понял, из-за чего звук пропал. Давайте попробуем вот так сначала, хорошо? Потому что я не знаю, с чем сейчас связано это, и я попробую это починить. А вот сейчас должно нормально заработать. Так, давайте проверим еще раз звук. От одного до пяти поставьте в чат. Так, все, сейчас должно нормально заработать. Итак, вернемся к теме. С чем бывают самые главные проблемы? Проблемы нужно всегда искать в воронке продаж. Наверное, самая большая проблема заключается в том, что мы начинаем искать проблему сверху вниз. То есть начинаем искать в показах, кликах, директе, еще где-то проблему. На самом деле проблему зачастую надо искать вот таким образом. Попробовал я нарисовать сегодня в презентации. Именно снизу вверх. Если говорить о воронке, то нужно всегда смотреть, как закрываются клиенты. На что они закрываются, что спрашивают. Потому что всегда появляются каждый день, ну ладно, каждую неделю. Если даже у вас уже есть какой-то скрипт продаж, всегда появляется новый человек, который задаст такой вопрос, от которого ваши менеджеры просто у них волосы во всех местах встанут дыбом. Всегда такое есть. Наверное, на этой неделе не смогу вспомнить этот вопрос, но он был какой-то, менеджер мне писал. Каждый раз нужно это заносить, конечно же, в скрипт. Если клиент закрывается, он все равно может закрыться каким-то вопросом. Этот вопрос нужно, естественно, поместить в скрипт. Если клиент не закрывается, и, например, клиент не закрывается, вам нужно пометить обязательно, это вот я говорю сейчас о нижней части, да, обязательно вам нужно помечать, в чем была причина отказа. Первое. Во-вторых, нужно узнавать у клиента, почему, почему вы все-таки не купили. Можно второй раз позвонить, третий раз позвонить. Очень рекомендую именно замучивать клиентов и узнавать, действительно ли у человека нет денег, действительно ли он, ну, то есть из-за чего. Может быть, он ушел к конкуренту, потому что конкуренты предложили лучшие цены. Может быть, потому что у клиента надо, например, через шесть месяцев, а вы просто на него слишком сильно насели, ну и так далее. То есть нужно узнать все о вашей целевой аудитории, потому что о целевой аудитории обычно вы не знаете ни черта. Это правда. То есть я, например, всегда вот сейчас на данный момент, да, за три года в маркетинге, я могу точно сказать, какая моя целевая аудитория с определенных каналов продаж. Потому что если говорить про директ, там одна целевая аудитория. Если говорить про AdWords, там немножко другая целевая аудитория. Если говорить про SEO, это третья целевая аудитория. Если говорить про вас, вы вообще четвертая целевая аудитория. Вот. И, естественно, во-первых, идет процент закрытия совершенно разный, потому что вы можете быть горячие, теплые, холодные, да, и так далее. То есть мы даже сейчас делить это не будем. Ровно так же есть определенная вероятность того, что клиенты у вас не закрываются просто потому, что каждый раз вы попадаете в какой-то определенный просаг, связанный либо с отделом продаж, либо с лендингом. То есть у меня плохо работает контекст. Очень часто вот действительно вопрос, все время все приходят и говорят, у меня плохо работает контекст. Окей, давайте посмотрим, что у вас там плохо работает. А сколько у вас, ну, допустим, да, сколько у вас было, ну, опять же, к той же воронке вернемся, сколько у вас было кликов? Ну, например, там 500. Ну, посмотрим метрику. Сейчас посмотрим свою метрику. Окей, дальше. А сколько у вас было заявок из них? Ну, у нас 20 заявок. Хорошо, ладно, 20 заявок, допустим. А сколько из них закрылось в клиентов? Ну, там 2 закрылось. А почему? С чего вдруг у вас 20 заявок закрылось с 2 клиентов? Почему не 7 и так далее? То есть это очень большой геморрой. Сразу говорю, для того, чтобы… Это для особо всех умных, которые кричат, у нас директ работает плохо. Зачастую, действительно, в 90% случаев все скрывается именно не в директе, не в AdWords, не в контекстной рекламе и вообще не в рекламе. А именно связано с тем, что, первое, вы плохо закрываете клиентов. Ну, это действительно проблема. Никто не осознается, конечно, но это есть. Второе, вы не разделяете лидов. То есть есть 4 типа лидов. Вот я их специально здесь пометил. У некоторых бывает и больше. Например, у Артема, моего клиента, он занимается этими, господи, септиками и банями. Так вот, в двух разных тематиках у него абсолютно разные бывают лиды. То есть бывает там 0,1, человек оставил просто телефон. Причем телефон непонятно, он вообще настоящий или это 3,7. То есть вы считаете это лидом или нет? Далее, 0,3 лид. Человек реальный или нет? Ну, вы позвонили, там трубку, с той стороны трубки ответили. Значит, реальный. Дальше. Можно делать какое-то более детальное там разбиение. Например, человек закрылся на замер или он не закрылся на замер, но и там опять же можно делить ему дорого и так далее, так далее, так далее. То есть вот эту вот шкалу можно делить очень сильно. Зачем это нужно делать? Потому что как только у вас соберется достаточно много лидов, да-да, не удивляйтесь, такое бывает. Например, у вас собралось там 30-40 лидов, из них закрывается, например, 10, окей. В 40 лидах, даже в том числе и те, которые закрыты, можно все-таки более детально разделить на людей, которые оставили предоплату, да, на замеры, почему отказались и так далее, так далее, так далее. Ну, вы меня, в общем, поняли. Важный, опять же, момент – это все вносить в какую-либо CRM-систему. Например, Asana, кто-то пользуется, собственно, какими-то системами сквозной аналитики, LP Tracker, тот же Roystat и прочее, да. То есть система, которая просто по факту – это CRM-система, к которой прикручены данные колл-трекинга, это, собственно, отслеживание телефонов, да, и привязаны, допустим, UTM-метки, либо более детальная статистика Яндекс.Директа и Google AdWords. Ну, скорее всего, это UTM-метки привязаны, как, например, в LP Tracker, то есть, ну, там ничего такого сверхъестественного нет, опять же. Зачем это нужно делать? Для того, чтобы, опять же, разобраться со своими скриптами, со своими менеджерами, разобраться, следующий этап – с лендинг-пейдж, потому что, напомню, зачастую люди заходят к вам на сайт и просто тупо не могут найти то, что им надо. Либо дорого, либо социального доверия не хватает, либо что там еще может быть, да телефон тупо не могут найти, то есть, хотя он в правом верхнем углу, но они его найти не могут и так далее, так далее, так далее. То есть, зачастую бывает очень много всяких различных моментов. Для этого, конечно же, мы прибегаем к аналитике сайта, да, мы анализируем, смотрим, ага, человек посидел 20 секунд, 30 секунд, 50 секунд, например, там, минуту, 7 минут. И оцениваем хотя бы среднее, например, значение, то есть, сколько человек сидит. Отсюда можно делать какие-то выводы. Ровно так же можно делать выводы, опять же, повторюсь, из звонков. То, что никто не анализирует за своими менеджерами, вот зачастую, даже за собой. Так, сейчас чуть-чуть ваши вопросы специально почитаю. И главное, клиент не понимает, если у вас моя реклама пришел посетитель, то от того, будет продажа или нет, целиком зависит от сайта и УТП на сайте клиента. Вот Андрей правильно все говорит. Это зачастую большая проблема, то есть, приходят люди, я просто буду говорить на своих клиентах, ребят, чтобы вы понимали. Приходят люди и говорят, у нас не работает реклама. Давайте посмотрим, что у вас там не работает. Смотрим рекламу. Реклама сделана, ну, относительно нормально. То есть, например, 90% трафика, который попадает на сайт, нормальный. Но зато на сайте он просто отваливается. Отваливается из-за того, что на сайте не могут найти данные, не могут найти цены. На лендинге даже зачастую, уж чего-чего лендинг, самая простая вещь, то есть, не могут найти цены. Спрашиваешь у клиентов, а почему нету цен? Ну, потому что у нас они большие. То есть, не связанные вещи. Клиенты вам звонят? Звонят. Что спрашивают? Ну, а какая нахрен разница? Вот на самом деле, вам отвалится человек в заявке, зачастую, кстати, если человеку реально дорого, он просто у вас не купит. Ну, то есть, если вы себя вот просто вспомните, если вам реально дорого, если вы идете покупать ванну, и вам предлагают ванну за 250 тысяч рублей, хотя у вас в кармане 25 на нее, вы как бы скажете, нет. И даже если менеджер будет говорить, давайте я вам, не знаю, сделаю массаж простаты, вы скажете, нет. Потому что у меня просто нету таких денег. Ну, в общем, часть аудитории нужно просто отсеивать хотя бы лендингом. И не говорить, ой, а у нас еще и конверсия лендинга раньше была 10%, а теперь 3%. Так все надо упирать именно вот в эту вещь, на чем стоит вот эта обратная пирамида, в прибыль. То есть, если у вас прибыли становится больше, значит, все окей. Не надо все привязывать к количеству лидов, не надо привязывать все к количеству, не знаю, кликов, CTR и так далее. Ну, собственно, это все говорят директологи, я просто повторился. Следующий момент, который еще тоже хочу сказать. Есть люди, которые думают. Я надеюсь, что среди вас таких нет, но все-таки мы, я об этом все-таки скажу. Есть люди, которые хотят. У нас есть ниша какие-нибудь там носочки, или у меня ниша 1С программирования, я хочу тысячу лидов в месяц. Неправильная вообще постановка. То есть, опять же, мы собираем, допустим, даже показы, да, закидываем основные ключи в директ, основные, опять же, просто основные, и смотрим, теоретически можно сделать тысяч показов или нет. Нет, побочными ключами, да, можно, конечно, сделать переходов до хрена, но это не значит, что это будут лиды. То есть, люди, опять же, зомбированы зачастую, то, что им надо сделать вот такое огромное количество там заявок и все такое. Неправильная постановка цели. Цель, самое главное, должна быть все равно прибыль, то есть, увеличение прибыли в какую-либо сторону. Значит, нужно думать именно деньги, лиды, обратные лиды, именно полностью расписав все стадии этих лидов, потому что их может быть реально много. Замеры, просчеты, какие-то отказы, переходы на летнее время. Кстати, не забывайте, что зимой, например, некоторые ниши реально не работают, или наоборот, зимой работают, а летом не работают. И есть люди, которые звонят, им вроде бы интересно, но им интересно через полгода. То есть, а куда это отнести? Это вроде заявка, но не деньги. Тоже непонятно. Хотя, может быть, даже человек может даже оставить предоплату. Например, с банями та же самая история. Ну, то есть, вот эту вещь нужно полностью расписать в таблице. Если понятно, поставьте три плюсика. Если непонятно, поставьте три минусика. Это вот на чем должно просто стоять ваше понимание. То есть, весь ваш, вся вообще ваша идея должна именно в это ложиться. Вы сейчас, конечно, скажете, да ладно, Кость, мы это знаем. Но ко мне приходит вот из года в год, уже три года подряд, приходят люди и задают один и тот же вопрос. Кость, а как увеличить количество кликов на сайт? Ну, хорошо, давайте посмотрим. И когда начинаешь смотреть, ты говоришь, а вы вообще знаете, что такое воронка продаж? То есть, видите, где узкие места у вас в воронке? А, ну да, да. Ну, у нас, короче, менеджер, да, он плохой. Но мы просто хотим количество увеличить кликов, переходов и так далее. Да, ёпта, наймите нормального менеджера сначала. Ну, потому что вы потратите, кроме 100 тысяч рублей, например, на рекламу, которую вы сейчас тратите, вы потратите 250 тысяч рублей. Прямо вот в процентном соотношении это все не вырастет ни в коем случае. А если менеджер работал плохо, он, возможно, еще хуже станет работать. Так что не забывайте об этом говорить либо своим клиентам, либо себе. Все, я выговорился на эту тему.